Откуда, по-вашему, появляются все эти разрывающие душу графические изображения? Причина этому явлению — поколение Центинеалов, рождённые после 2000 года. Их ещё называют поколение Z, или, как я их называю, не имеет значения для этого ролика. Они отличаются чувствительностью, особое место занимают любовь и отношения. Как говорится среди них, так и хочется тяночку. Но Центинеалам чужды знакомства вживую и воспринимаются, скорее, как метод психологического насилия. В первую очередь над самим собой. Поэтому попробуем решить эту проблему современным методом, с помощью онлайн-туториалов. И первый этап — знакомство. Как понравится 11-летней девочке. Если вы испытываете симпатию к 11-летней девочке, чувства могут переполнять вас. Это статья для детей. Если остальные чувствуют подобное, то вас должно переполнять только чувство глубокого сожаления, что в Японии вас тоже бы считали грязным и свращугой. Любовь — это сильное чувство, которое может как поднять выше звёзд, так и опустить на дно. В первом случае, вероятно, если она не расскажет родителям. А во втором, если следователь расскажет сокамерникам о вашей статье. Любовь — это естественное чувство. Девочки чувствуют то же самое. Ладно, я думаю, они уже всех мальчиков убедили. В том числе тех, кому под 40. Но какие же предпринимать шаги? Попросите родителей купить вам футболку с воротником и брюки. Только не покупайте джинсы. В джинсах, как известно, ходили самые опасные и отмороженные парни. Чарльз Мэнсон, Андрей Чикатило и Михаил Пореченков. Последнего я опасаюсь больше всего, ведь он ещё жив. На кого же тогда ориентироваться? Ей всего одиннадцать. Берите пример из культовых персонажей анимации, к примеру, Винни-Пуха. Лучше всё-таки с западной версии, потому что наш совсем голый. Срамота. И вот вы одеты как подобает. Что же дальше? Наблюдайте за девочкой, которая вам нравится. Кажется, я знаю, кто написал эту инструкцию. Ты тоже знаешь, Харви? Угу. Угу. Поперечный. Рыжая гадина. Похоже, отрабатывает новую стендап-программу. Или пикап-лайна для фанаток. Не будем с этим связываться. Ёлкин! Это шутка! Я не пи***ю! Как познакомиться с девушкой на пляже? Постарайтесь хорошо выглядеть, но не слишком. Кажется, я понял, что имеют в виду авторы. Стильный верх, рубашка, галстук, классический костюм-тройка и шорты, а также пара носков с сандалиями. Нет, это не заезженная шутка. Ваш отец теперь официально икона стиля. Возьмите все необходимое. Вам понадобятся обычные пляжные вещи, включая солнцезащитный крем, полотенце или покрывало и мини-холодильник с бутылками воды. Но ведь для этого придется... О, нет. В общем, обойдемся без напитков, попьете из речки, все равно вы получили всевозможные кишечные виды. Возьмите с собой собаку. Собаки идеально подходят для попыток знакомства с девушками, а пляж является отличным местом, чтобы показать своего питомца. Но для попыток знакомства много чего идеально подходит. И собака, и снотворная, и тот факт, что вы рэпер. Только последнее не гарантирует длительного знакомства. Собака действительно может сблизить, например, романтично связать вас с поводком, потом это перерастет в нечто большее. Свидания, поцелуи, свадьба, дети, ипотека. Правда, будьте готовы к вечному недовольству защитников животных. И вообще, смотря какая собака, допустим, хаски. Не хаски, а хаски. В знакомстве с девушкой пригодились бы оба. Один поражал вокалом, другой мило поскуливал. Это бы создало прекрасную атмосферу. Главное, чтобы концерт не отменили за пропаганду порчи тапок. Вы должны выглядеть так, как будто получаете удовольствие. И не важно, что внутри вас разъедающая пустота и ненависть к людям. Достаточно улыбнуться. Все равно этот мир тонет в лицемерии. На этой нотке позитива этап знакомства пройден. Перейдем к более серьезному этапу. Если вы хотите пригласить свою половинку домой, вам надо подготовиться. Как убрать свою комнату? Включите заводную музыку. Пролейте немного света на работу. Откройте окна и жалюзи, чтобы запустить как можно больше естественного света. Напишите список всех участков, полок и другого, что нуждается в уборке. Запланируйте, когда вы сделаете перерыв. Придумайте для себя награду. В общем, делайте все, чтобы не убираться в комнате. Следующий абсолютно иной веб-шпион выйдет через неделю, но только если вы наберете 40 тысяч лайков. Как обычно, каждому лайку я найду свое применение. Но если вдруг, вот случайно, вы живете не один, то нужно освободить квартиру. Как раздражать членов семьи и друзей? Игнорируйте человека. Притворитесь, что его нет рядом. Просто ведите себя так, будто не видите, не слышите и не ощущаете его присутствие. Притворитесь, что он совсем вас не занимает. Ой, помню в детстве я пытался проделать такое с папой и он ушел из дома. Притворитесь очень и очень таинственными. Скажите что-нибудь предельно милое, а в конце добавьте шутка, ржу не могу, лол или бугага. В чем здесь таинственность? Как раз наоборот. Всем будет очевидно, что вы долб... Остальные пункты даже рассматривать не буду. Типа, пойте, имитируйте поистине раздражающие звуки, говорите что-то действительно глупое. Короче, делайте то, чем вы занимаетесь всю свою жизнь. От родственников избавились, теперь можно приступить к самому главному приготовлению. Как создать атмосферу сауны в ванной комнате? Позвать пацанов. Тут перспективы только для колбасной тусовки, не обманывай себя. Сердце не обманешь. Ладно, на самом деле инструкция другая. Намочите полотенце в холодной воде для безопасности. Закройте дверь в ванной. Используйте полотенце и тяжелую ткань, чтобы закрыть щели. Закройте или заткните водоотводное отверстие в ванной и включите горячую воду. Больше похоже на инструкцию для самовыпила. Квартира готова, решающий этап близок, но если вы вдруг не хотите, чтобы родители об этом узнали... Как заняться сексом втайне от родителей? Вести половую жизнь так, чтобы об этом не знали родители, довольно сложно. Особенно, если родители любят контролировать все, что вы делаете. Сынок, у тебя опять эрекция? Поищите места на природе. Тоже мне хорошая идея кормить задницей муравьев, никогда такого не понимал. Я вот, например, никогда не занимался сексом... И все. Должна быть инструкция, чтобы не обделять родителей. Как понять, что ваш ребенок занимается сексом? Смотрите предыдущие инструкции. Если вы боитесь в этом деле оплошать, то скройте свое волнение звуками. Как научиться стонать? Послушайте, как стонут другие люди. Посмотрите видео или послушайте аудио, где записано, как люди доставляют друг другу удовольствие и стонут. Посмотрите видео на YouTube о том, как стонать. Не уверен, что там вас научат правильно. Когда ваше дыхание участиться, немного вокализируйте его. Главное правильно подобрать вокал. Вот, например... А... А... А я ясные дни... Вы успешно справились с этапом. Половые отношения... Время устранять последствия. Если у вас есть домашнее животное, тут есть о чем поговорить. Как извиниться перед кошкой? Я думаю, она видела больше, чем заслуживает самый ужасный человек в мире. Перейдем к инструкциям о типичных семейных проблемах. Как разыграть свою семью на 1 апреля? Пошутите с приправой. Эй, приправа, дерни за палец. Но если у вас родятся дети, один из них обязан прочитать это. Как избавиться от приставаний младшего брата? Предложите вознаграждение или взятку. В крайнем случае, предложите брату вознаграждение за то, что он перестанет докучать вам. Дайте ему на время свой плеер или разрешите выбрать канал на телевизоре, чтобы брат оставил вас в покое. Какие неактуальные ответы? Есть более современные способы. Создайте ему канал на ютубе, твиче или паблик вконтакте. Только ни в коем случае не отправляйте его на курсы предпринимателей. Значит, я project manager, то есть вхожу в проект, пишем структуру продвижения, определяем, ищем подрядчиков и таким образом продвигаем продукты. Ради бога, нет. Я просидел 20 часов. Были танцы, все обливались водой. Как реагировать, если ваш супруг или супруга носят подгузники? Ну обосраться просто. Есть три распространенных ответа, которые вы можете ожидать. Примет необходимости в связи с фетишем. Сексуальное удовлетворение. Или потому что считает себя взрослым человеком. То есть, либо вы настолько были ослеплены любовью, раз не заметили, что ваш партнер отстает в развитии, либо он втайне наяривает на рекламу памперсы Бибера. Если ваш партнер знает, что вы носите подгузники, вы с ним далеко не уедете. Но даже на этот счет есть инструкция. Как заставить бывшую девушку страдать? Получите образование. Так выходит, что Нил Деграсс Тайсон, Стивен Хокинг, Алекс Бойко и другие великие ученые, это простые пацаны и девки, которые решили отомстить бывшим. Жаль, что в России в большинстве случаев это заканчивается одним из смертных грехов, да еще и по пьяни. Рэп-треком про любовь. Обзаведитесь новыми увлечениями или вновь откройте для себя старые хобби. Я уверен, здесь есть что-то дельное. Прокатитесь на американских горках. О да, после этого она точно будет страдать. Испеките пирог. Ну нет, я в тюрьму не хочу. Это может ее и в могилу свести. Подобные инструкции могли выдумать лишь настоящие сверхразумы. Подписывайся. Вот это может быть! Продолжение следует...